После почти двухнедельных каникул Подмосковье возвращается к жизни в привычном русле. Но, несмотря на это, некоторые ограничения всё же сохранились. Например, в общественном транспорте. Айтар Ширагова продолжит. Не забывайте, что при входе транспортное средство, отражаемый режим масла. Из-за распространения коронавируса в Московской области ввели дополнительные ограничительные меры. Большое внимание сейчас уделяют соблюдению масочного режима в такси, автобусах, на остановках и платформах железнодорожных станций. Рейды проводятся три раза в день. Вместе с сотрудниками административно-пассажирской инспекции работают и волонтёры. Они раздают маски тем, у кого их нет. Я в зоне риска. И не дай бог мне свалиться. Заболевание, которое ходит по всему миру, очень страшное. Я сама переболела этим летом. Понимаю, что я отвечаю не только за себя, но и в ответе за своих сограждан. Но есть и те пассажиры, кто даже после предупреждения принципиально отказывается от ношения масок. Инспекторы вправе на месте выписать нарушителю штраф в размере 4 тысяч рублей. Такое же административное наказание могут получить и водители автотранспорта. Если, допустим, нарушение осуществил водитель, то транспортная компания, соответственно, узнаёт об этом от нас, от руководства, от министерства. И они проводят беседу с водителем, чтобы больше таких нарушений не было. Меры защиты особенно важно соблюдать пожилым. Именно эта категория жителей сегодня считается наиболее уязвимой. Поэтому, согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 8 ноября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Это касается тех, кто не сделал прививку от коронавируса и не переболел им в течение последних шести месяцев. Специалисты Роспотребнадзора подчёркивают, что эта мера вынужденная. Только соблюдая требования безопасности, мы сможем победить болезнь и вернуться к нормальной полноценной жизни.